Жизнь продолжается и репетиции, и предновогодние всякие выступления, мероприятия никто не отменял. На них тоже надо ходить выступать. Ча теперь ты половина, с кем теперь ты ходишь мимо, а я думаю, тесно, потом небо для тебя. Ча теперь ты... Я боюсь там. А хорошо было. Нереально катается. Нереально. Прогресс. С семимильными шагами. Отсутствие страха так способствует прогрессу. Так, так же, да? Одна так, вторая. Я тебе предлагал такую нюху делать. Как ты думаешь? Не знаю. Поставили номер под группу «Металлика». Известная песня «Он фаги». Так что будем немного рокировать. О чем? О чем пою? Ай. В общем, тут пахнет суицидом. Вот. Опять больна на голову я. А, кстати, почему я все время... Ты не больна на голову, ты просто не знаю. Опять из себя играет, да? Сати Казанова и Роман Костомаров выбрали легендарную группу «Металлика» – «Непрощенный» и «Unforgiven». «Металлика». «Металлика» и «Непрощенный» и «Непрощенный» – «Металлика». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, что показывает в нашем проекте «Лёд и пламень» нам эта пара, все отличается необыкновенной фантазией. Вот и сегодня они нафантазировали такое, они такую страшную историю нам рассказали с трагическим концом. Поезда не было видно, рейсы на льду не прокладываются, но понятно, на что решилась эта пара. Какая причина трагедии, я не знаю, но черные костюмы, музыка, выражение лица, выражение лица, все играло на то, чтобы мы лучше поняли историю. И Сати, конечно, она большой молодец. Она в двух таких поддержках сложных сегодня была. Изумительное выступление. Я так разволновалась, скажи мне, пожалуйста, ты чего так разволновалась? Очень хорошо было вначале, но немножко все время в окончании, все время сбрасывали. Не катилась, не выходила из одного движения в другое. Здесь Сати Казанова, Роман Костомаров. В России оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,92 балла. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,92 балла. Фарук, мне бы хотелось узнать ваши впечатления от этого номера. Мне кажется, что чем ближе к финалу, тем сложнее всем. И исполнителям, и, наверное, членам жюри. Что касается номера, мне он очень понравился. И то, что Сати, те успехи, которые она сделала, с начала этой программы и до сегодняшнего момента, я могу лишь только порадоваться за нее. Ну а когда Роман рядом, ну тут ничего не могу сделать. Великолепный танцор и великолепный партнер. Как бы вот для меня это настоящий танцор. Мужской танцор. И когда рядом партнерша, она может быть абсолютно спокойна. И это, конечно, очень подкупает. Поздравляю. Саша, ты сейчас показал самый лучший результат, в отличие от других многоуважаемых судей. Мне показалось, что было много сложного. И Сати, конечно, осмелела окончательно. Вот. И прыгает на Романа, забрасывается на него. Прямо прыгнула со льда, как кошка. Вот. Я испугался даже за нее. Черная кошка с Сати Казановой. По-моему, было все яростно. Особенно учитывая, что Металлика совсем не Майкл Джексон. И их музыка очень специфическая. И надо... Здесь несоответствие номера и музыки было бы более явным. Майкл Джексон там или Джордж Майкл сразу подкупает, потому что прекрасные сладкоголосые и всем нравящиеся песни артисты. А Металлика, по-моему, было абсолютное соответствие. Такая вот мрачная, жесткая пара такая под мрачную, жесткую музыку. Вижу, что расстроены. Наверное, рассчитывали на другой результат. Что-то не сложилось, Ром? Скажи, пожалуйста. Нет, ну, все вроде было хорошо, но и в то же время все было недоделано. И много было таких мелких помарок, скажем так, из-за которых, естественно, первая оценка пострадала. То есть, вроде, в общем, картина номера, все было хорошо, но вот все вот эти состыковочные связывающие вещи и все элементы, конечно же, были с погрешностями. Поэтому ничего тут удивляться оценкам не приходится. Считаю, что даже достаточно хороший. Скажи мне, пожалуйста, а хоть какие-то силы еще есть вообще? Или уже все просто вот на исключительно воле и стремлении к победе? И любви к искусству, и Роману Костомарову? Устать мы, конечно, устали, но меня греет мысль, что осталось немного, а потом Новый год. А еще очень грустно, что потом Новый год, и все, проект закончился. Поэтому стараюсь, как бы ни было тяжело, выжать максимум удовольствия для себя. Чтобы это запомнить, я еще на старости лет вспоминала с улыбкой, как это было классно. А сегодня я, конечно же, просто перепугалась. Банально, тупо перепугалась и перезажалась, да. Вот, как-то так. Могло быть лучше. Послушай, ну срум или тебе пугаться, или перезажиматься, когда мы за тебя все болеем. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ